В этом году на территории Сарова реализовали четыре национальных проекта, на которые выделяли деньги из регионального и федерального бюджетов. Их общая стоимость более 235 миллионов рублей. В рамках нацпроекта «Культура» в детской музыкальной школе имени Балакирова закупили около 30 музыкальных инструментов, 200 учебных пособий и расходники. По нацпроекту образования деньги пошли на поставку в школы государственных символов и создание института советников по воспитанию. Отдельный большой блок реализуют в рамках нацпроекта «Экология». Это реконструкция канализационных очистных сооружений. Проект действительно инженерно крайне сложный. Это связано с тем, что мы проводим не новое строительство, а реконструкцию. То есть все работы проводятся на действующем оборудовании. Мы не можем ни на минуту остановить процесс очистки источных вод по понятным причинам. И возникают регулярно непростые инженерные задачи, по которым приходится принимать и сложные технические решения, и сложные управленческие решения. Но все задачи решили в срок. Кроме того, по нацпроекту «Жилье и городская среда» в этом году завершилось благоустройство сквера за зданием администрации. Все проекты выполнены вовремя, с надлежащим качеством и с полным кассовым освоением, отметил Алексей Сафонов. Глава города предложил оценить реализацию нацпроектов в Сарове как надлежащую. С этой оценкой ранее согласились в областном правительстве. Депутаты единогласно поддержали. Расскажем часть наших планов на 2023 год. В рамках национальных проектов это продолжение реализации сквера, следующий этап, это уже окончание реализации реконструкции и технического перевооружения канализационных очистных сооружений города Сарова. А также в рамках АИПов это наши крупные объекты, это объекты транспортной инфраструктуры улицы Енегина, Чапаева, Чкалова, также окончание строительства школы по улице Зорби и Центра культурного развития. На заседании приняли бюджет Саров на следующий год. Доходы составят более 4,5 миллиардов рублей. Расходы – более 4,6 миллиардов. Дефицит бюджета – 100 миллионов. Основная статья расходов традиционно на образование – 300 миллионов заложено на строительство. Кроме того, в статьях бюджета отразили указания президента повысить зарплаты бюджетников. Предусмотрено средство на выполнение индикаторов по уровню заработных плат педагогов, включая педагогов дополнительного образования детей, педагогов дошкольных организаций не ниже 44 360 рублей в месяц, что выше на 15,5% по сравнению с индикатором, предусмотренным в первоначальном бюджете на 2022 год. По работникам культуры и спорта средняя заработная плата, предусмотренная в бюджете 2023 года, увеличена более чем на 7 тысяч рублей по сравнению с заработной платой по первоначальному бюджету на 2022 год. Оживленные дискуссии вызвал вопрос приватизации муниципального имущества, а именно преобразование МУП, Центр ЖКХ и Комбината школьного питания в акционерные общества. Напомним, по закону, до 2025 года муниципальные предприятия должны изменить форму собственности. Однако участие депутатов преобразования МУПов в АО вызвало опасения. Их и брал муниципалитет под свое крыло, чтобы обеспечивать качественные услуги населению. Если мы рассматриваем вопрос перехода их в акционерное общество, на наш взгляд это большой риск. Опять же, акционерное общество может и обанкротиться. Это тоже такой риск имеет место, и мы его оценивали. Сейчас в определенной степени голосуем за черный ящик. То есть вот вам предлагается история, которую мы до конца не понимаем. Администрация вносит прогнозный план приватизации, где пишет акционерное общество, форму реорганизации. Потом говорит, да мы внесем потом условия, а там будет все по-другому. Вносит условия, а там акционерное общество. Мы спрашиваем, а почему? Как же? Это же ваше решение. Депутаты приняли прогнозный план приватизации, при этом исключив оттуда статью про приватизацию МУПов. К этому вопросу решили вернуться на заседание профильного комитета.